По мнению экспертов, к снижению цен приводит и переизбыток продукта на рынке, и импорт сухого молока, а также несоответствие молока международным стандартам. Проблема коснулась не только крупных аграриев, но и частных крестьян. Фермеры из соседней Новосибирской области, сообщает Политсибру, отмечают, если цена не повысится, придется сокращать поголовье, то есть вырезать скот. Иначе оплачивать налоги и кредиты крестьянам будет не с чего. Ситуация в хозяйствах Алтайского края ничуть не отличается от соседей. К примеру, остров стоит вопрос в немецком национальном районе. Вот так же и сижу, думаю, приходится только вырезать и все остаться без ничего. И как поднимать детей, не знаю. Вырученных денег с продажи молочного сырья, говорит фермер, не хватит даже на покупку кормов для животных. Поэтому пока крестьяне вынуждены работать в ущерб. С приходом лета объемы надоев только увеличатся. А как показывает практика, переизбыток предложения не приводит к повышению цен. Анастасия Бертенева, Наши новости.